Итак, всем привет, с вами Допгай, мы продолжаем играть в Кайзер Шизу за корпоративное государство Круппа. Промышленники поняли, что власть им особо-то и не нужна, и начали просто напрямую управлять государством. Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем эту кампанию. И на самом деле уже достаточно скоро у нас будут фокусы на войну. Не супер скоро, но недалеко уже. Сейчас получим еще промышленность, еще бафы. И наша экономика, да, просто взлетает в небеса, потому что у нас солидные бафы на производство. На промышленность, у нас после загрузки сбросилась покупка резины, но нормально. Тут, кстати говоря, есть Филмы, а если вы знаете, это вот такая вот страна Хорти, и в ней есть огромное количество топлива. Ну, фактически нефти, фактически топливо. То есть, я думаю, одна из первых наших задач будет пробиться вот сюда, захватить всю Австрию и забрать у Филмы эти ресурсы, потому что да, эти ресурсы сохраняются, и это очень сильный вообще источник ресурсов. Вот так вот выделить в Хорти. И Россия вошла в интернационалы просто-напросто. Да, ситуация у нас потом будет такая, немножко напряженная, потому что воевать сразу и с интернационалом, точнее, вот здесь вот и с Россией было бы не очень приятно, но я думаю, мы справимся. Смарт, там какая-то контрреволюция происходит, но нас это мало касается, честно говоря. В Америке, кстати говоря, судя по всему, победит Американский Союз. Вообще у меня такое обычно редко происходит. Часто побеждают либо левые, но вообще очень часто побеждают именно просто Техоокеанские Штаты. В этой панике, кстати говоря, это все еще возможно в некотором случае. Здесь и мужики кончаются, и они все еще воюют на все фронты. Посмотрим. Обычно они больше всего имеют бафов на экономику, поэтому и выживают. Но Американский Союз тоже имеет неплохие шансы пока что. А еще нам надо выкачивать уже потихоньку синтетику, чтобы себе накачать то самое производство своего топлива и резины. Ну и не, так сказать, забываем про вот эти все исследования, что они тоже очень важны. Нам, кстати говоря, дадут бонус 200% исследования бронетехники, и, наверное, я его использую на средние танки вот этого 43-го года, и у нас будут очень хорошие средние танки. Там в Чехслаке еще какая-то немецкая по геме восстала, или что. В общем, здесь какое-то веселье происходит. А мы, я думаю, заранее подмобилизуемся, чтобы иметь хороший запас людей. И берем себе вот этот фокус. Очень неплохие бафы по промышленности. Конечно, не сравнится с тем, что у России. У России уже промышленность, ну так, в полтора раза больше нашей. В этом моде Россия, наверное, одна из самых сильных таких нешизовых стран. Вообще, я решил подстроить побольше синтетики, потому что нам, на самом деле, маловато было того, что мы заказали. Сейчас еще я возьму теху на резину. Первую, вторую, и потом, наверное, и третью сразу. Примерно так оно и будет по времени исследованиям. Я думаю, мы выйдем на точно абсолютно полностью самообеспечение резиной. Но вот с топливом, конечно, будут еще некоторые проблемы. Но я думаю, мы как их решим. Расширили мы полицию, получили бафы шифрования-дешифрания. Из всего это самые лучшие здесь. Но мы их сразу потеряем следующим фокусом. Достаточно грустно. Что поделать? Украина, кстати говоря, смогла... Видите, в нее немножко атаковали. Она сначала проигрывала, но она смогла сделать какой-то прорыв. И, кажется, она победит Румынию. Выглядит все для нее не так плохо. А, тут еще война с Иллирией параллельно, так что да. Здесь есть некоторые вопросы с тем, как им побеждать. Беспредки подавлены. Можем теперь дальше идти. И у нас тут есть фабрики, наверное, их соберем первыми. А потом пойдем в химическую экономику. То, что это может значить. Итак, химическая экономика. А за ней у нас скрывается медленно масса. Интересно, как это так могло получиться. На самом деле, если рассмотреть все эти бафы-дебафы, то мне не сильно нравятся бафы. Их практически нету. А вот дебафы, ну, неприятные. Эфир мы взяла и объявила войну всем подряд. Ладно, я не против. Хотят они тоже от себя. Пускай уничтожают. А мы же тут себе готовим уже танковую армию. И в целом, вообще, мы, можно сказать, практически готовы побеждать эту игру. Все чеслаки действительно остались независимы. Приятно для них, но нам особо без разницы. И, наконец, расправляемся с красной угрозой. Потому что, очевидно, предприниматели не очень дружат с профсоюзами. Рубинское восстание произошло в Украине. Ага, вот и как раз-таки тот самый путь слева в Украину, который я искал. Но здесь нет. Это именно восстание такое, что затроллить игрока, видимо, из-за того, что у нее минус 31 стабильности. И мы скобили малый бизнес, получили немножко фабрики. Давайте теперь мир выпустим для масс. Звучит странно. А, и в описании, интересно, это. Волтервайт тайну управляет Германией. Может быть. И Украина смогла пережить гражданскую войну, но у нее теперь минус 45 стабильности. Звучит очень-очень грустно, честно говоря. И, наконец, приходим к первой мегакорпорации. Здесь, в основном, из полезных бафов это ТНП. Это все так очень посредственно, конечно. И, наконец, мы пришли к нашим казусам Белли. И тут много против кого мы получим. Я даже не могу сказать против кого. Давайте сразу ресурс для машины. Посмотрим, против чего мы кого получим. Я точно вижу уже против Соединенного Королевства. Начать войну сразу с Антанты было бы вполне, кстати говоря, неплохо. Я тут, кстати говоря, наш огромный флот решил дотренировать. И мы уже очень скоро это сделаем. В связи с горячих слаг я решил дойти в альянс с Польшей. Насчет этого. Можем пойти, взять и просто обычным казусам Белли на них напасть. Возможно, мне сейчас отсюда удастся казус Белли на кого-то из них. Но я не уверен, там, что 23 страны. Не знаю, кто это. Итак. Неожиданно по фокусу как-то было написано Даллас на Металлафрику. Но еще и на Британию. Еще какие-то тоже Британия. Допустим, допустим. Нападать сразу на Африку, наверное, было бы не слишком удобно. Поэтому начнем наше завоевание все-таки с Британии. И поделаем пока что фокусы для других особоле. Наша война, получается, начнется реально с выставки в Британию. И вот мы нашу выставку подготовили. Все может идти вот сюда. И потом те, кому нужно сюда прийти, придут сюда. Отлично. Выставка займет. Путылка две недели. Примерно это время нам и нужно, чтобы быть готовым. Внезапно. А еще, я думаю, пора подзакрыть нашу экономику. По крайней мере, вот так. Потому что я, во-первых, начал делать истребители с резиной. Вот здесь вот. Примерно вот так вот мы это делаем. А еще просто, ну, мы уже очень много ресурсов импортируем. Стоит немножко наши фабрики освободить. Наши подлодки отправляются. Ходится на британский конвой вот здесь вот. И наш флот будет поддерживать выставку. Еще один пакет, которые были готовы. Мы собираем последний пакетик. Кстати, мы все еще не додевали вот эти фокусы. У нас в теории здесь... Да, и скидки на истребители, которые можно было бы взять. И бафы на танки, которые тоже можно было бы взять. Вот здесь вот у нас только на новое, как бы на постройку. Это не так интересно, честно говоря. Так что ладно. Ну что, я думаю, мы плюс-минус готовы. Для союзников в скобочках. Наши союзники это армия и флот. В принципе, мы их призвали. Кстати говоря, на эти авианосцы стоило бы, наверное, ставить бомбардировщики. Пожалуй, именно это я и сделаю, насколько смогу. То есть, далеко немного. Сразу наш лот начинает потихоньку душить британские гонвои. Что меня очень устраивает. Я бы даже, наверное, вот так вот поделил бы наши подлодки. Потому что вроде как... Да, даже 16 должно хватать. Отлично. Пыстка будет вроде как без проблем. У британцев даже порты не особо прикрыты против нас. Этот порт, да, мы забираем вообще без каких-либо проблем. И сразу же продолжаем наступление дальше. Забрали мы вот эту порту авиабазу. И туда сразу загружаем всю нашу авиацию. Потому что... По вот этим вот к новым есть ощущение, что здесь войска какие-то плыли. Это, скорее всего, так и было. Увы. Пашутка больше там не плавают. Авиация теперь помогает. Ну и по ощущениям у нас теперь все прекрасно. Давайте сделаем какой-нибудь приказ. Чтобы не тратить слишком много топлива. А то мы потратили его почти все. Но благо мод простой. Поэтому можно просто взять и купить любой рандомной яишки. Благо их здесь очень много с топливом. Я понял, что это плохая идея была. Потому что вот так вот сейчас у меня бойится будет флот. Давайте его за чилица поставим. Ну и вот, да, видите, мы с этими странами с собой еще не воюем. Как будто здесь их вроде как нету. Но потери они уже несут не маленькие. Это я полагаю. Как раз таки... Хотя, подождите, нет. Это не от нас. Тогда извините. Но что-то мы здесь точно топим. Потому что конвоев очень много здесь вот было. И дочек как раз при движении именно войск они так выглядят. Как раз так. Эдвардс, теория, забежал из Британии. Подлый трус. Что сказать? Пускай, пускай. Он обратно, так сказать, попробует вернуться. Но мы просто в новое место, куда он сбежал, его и захватим. От нас не убежать, надо ему понять. А вот и Британия капнула. Отличные новости и правда. Давайте сразу же пойдем высаживаться вот сюда. Ирландию. Сказали говоря, против Польши мы все еще делаем КБ. Но не забыть через 80 дней напасть на вот этот вот альянс. Просто, кстати говоря, съедает сейчас Беларусь. Вот здесь появились еще более современные танки. Какая прелесть. И пускай готовы. Давайте-ка начнем их. Вот, если нет войск, тогда мы просто заберем. Если есть, я бы сюда авиацию надкинул. Войск тут нет. Отлично. Здесь наши штурмовики должны победить. Я бы сказал, уже мы можем здесь выиграть. Даже без штурмовиков, потому что у нас еще атака не поднялась. Да, но со штурмовиками и поддержкой с моря мы точно побеждаем. Отлично. Плюс наши войска. Вот сидели симптуза. Ну и начинаем просто успешный захват здесь. Можно было бы вот эти острова еще повыбивать. Но я думаю, плевать на острова. Мы поплывем сразу в Канаду. Вопрос только, как получить сюда присутствую на море. Надо, наверное, высадиться, пойти в Исландию и в Данию. И с этими базами уже захватить присутствие вот здесь вот. И Ирландия тоже капнула. Прекрасно. Можно теперь планировать какие-то действия дальше. Пока что Польша ближайшая. Но сразу после Польши надо делать КБ, я полагаю, вот сюда. Вообще-вообще. Можно попробовать как-то и кущими силами получить присутствую на море. А вот это было бы сложновато. Но можно поискать. Мне кажется, у нас должны быть корабли с большими радиусами. Их надо просто отделить будет. Да, в новый флот совершенно. Типа вот такого вот образца. Можете, смотрите, да, видите, вот эти корабли могут достать куда угодно. Но нужно просто сделать достаточно таких кораблей в отдельном флоте. А еще я могу просить просто правду на стоянку у МакАртура. Он сразу все скажет, да, и я просто без особых проблем получаю здесь везде приусловлено на море. Вроде как. Итак, у нас подготовлена выставка. Но только получить приусловлено на море. Тут потребовался такой достаточно простой трюк. Вот таким вот образом нам нужно только, чтобы вот этот вот флот мог еще вот здесь вот. Блин, но очень не хватает. Давайте попробуем на улучшить отношения. Может они так нам дадут? В теории может быть. Может быть. Хотя, наверное, нет. Посмотрим. Да, нам не хватает одного вот этого региона. В теории нам нужно просто добиться, чтобы Британия вот это вот убрала туда флот. То очень-очень возможно. Но не так-то просто все еще. Ну вот так вот сейчас мы, может, повайпаем их корабли. И тогда, может, сможем получить там превосходство. Посмотрим сейчас. Потому что мы их флот удаляем очень уверенно, на мой взгляд. Хоть и, конечно, с авианосцами у нас здесь мемы. Они почти не используются. Тем не менее, работает. И надо бы закупить еще больше топлива вообще. Справедливость ради, нам надо было бы техи докачать топливо. Ну, мы, кстати, впрочем, уже очень быстро делаем. Давайте прям приоритизируем их. И вот, смотрите, уже почти закончились корабли здесь. Наша высадка уже пошла, кстати. Вся пошла. Все. Да, там был момент, видимо, где их не хватало. Как я и говорил, посмотрим. Посмотрели, победили. И вуаля. Наши войска успешно высадились уже здесь. Порт еще, конечно, предстоит пробить. Но остальное уже вроде как готово. Можем начинать с наступления. И тут есть выбор, бафами биланков или бафами фото и артиллерии. И, ну, конечно же, мы идем в артиллерию, верно. Точно никто на это не повлиял. И на это точно не повлияло то, что у нас есть огромная артиллерийская компания Круп. И тот, кто в этой компании главный-главный в стране. Ноль влияния. И теперь можем еще сюда и авиацию забросить. Мне должно стать еще веселее. Наша компания, можно сказать, совершилась успешно. Хотя, конечно, еще чуть-чуть надо будет докапать. Канадо, кстати говоря, капнет, по-моему, все, потому что Франция не считается великой державой. Вау, это большая удача. Вернули Ирландию, я не заметил, как и когда. Видимо, Ира постаралась, но ничего. Все, нам подправить. Вот и бафы артиллерии подъехали, прекрасно. На МХ, все, говоря, успели повайпать весь флот, пока я тут особо не осмотрел. Да, остались только 97 подлодок у, собственно говоря, Канаде. Прекрасно для нас. Знаете, что еще можно? Тут ребята ближе всех к нам по идеологии, и они дали нам очень удобно, так сказать, морской доступ. Давайте им за это дадим немножко поддержки. Почему бы и нет? У них еще есть люди. Я думаю, снаряжение им может что-то и помочь сделать. То есть, как-то вот так вот мы им кинем. Очень, я думаю, неплохой бафчик. Так, забрать вот столько всего. И можно еще, ну, каких-нибудь наших старых танков средних тоже отправить. Там было 430. Давайте по три сотни этих и тех отправим. Я думаю, игроку это бы точно помогло победить. Боту вряд ли поможет. Но, как бы, а вдруг, а вдруг. И авиация, конечно, тоже. Давайте 600 истребителей и 400 штурмовичков. Может тоже помочь. Может, авиация точно решает? И вот я должен деплоить. Посмотрим. Конечно же, нам нужно отправить туда, я думаю, тысячи две конвоев, чтобы это все побыстрее туда доехало. Что ж, с этим у них реально есть шанс, на самом деле. Потому что здесь потихоньку мужики-то окончаются. Все взрослые проходят службу. А война на Западе еще идет. Война на Восоке тоже еще идет. У Макартура еще есть шансы. Определенно. Итак, какие же у нас у нашей пехоты приятные статы? Просто посмотрите на это. И просто берут, атакуют. И у них, да, несколько сотен. И они даже критуют по защите. Приятно очень. Так, если смотреть по потерям. Да, ситуация... Ситуация красивая. Очень красивая. У нас почти их нету. А у наших противников они всегда немаленькие. Ну, серьезно, это лишь дойти до Запада в достаточной степени, чтобы Британия капнула. То есть, наверное, не так долго. У нас готов КБ против Чехсловакии. Да, против Польши я пропустил КБ. Но против этих ребят нет. И здесь наши силы готовы уже наступать. У них опыта не все хватает. Давайте-ка, всех, кроме... Давайте хватает. Почему-то вот этих не хватает. Странно. Давайте докачаем их. Тут какая-то пыль остается. И будем начинать наше наступление. Обязательно на всех случаях обновим вот это. Потому что, да, видите, где-то... Материзации снабжения не было. И они все готовы к наступлению. Нужно лишь дать им, наверное, когда самолетов побольше. Оберить войну. И сразу входим в них. Сразу входим в Польшу и в Литву. Молниеносная победа нашей артиллерии. Видно, что артиллерия крупная. Лучшая артиллерия в мире. И вот с Польши упало все вообще. Я, по-моему, только больше успел капнуть. Забавное развитие событий. Меня устраивает более чем. Начинает не хватать авиабаз, поэтому придется подстроить новое. По крайней мере, ну, штучки давайте две. Посмотрите, как много здесь у нас потерь канадских конвоев. Видимо, они пытаются либо сюда дивизии забросить, либо отсюда их вывезти. Но, в общем-то, это то, что... Мне кажется, таким темпом они уже все дивизии могли быть мертвыми. Планически пытаются их завести. Судачьим с этим. И вот теперь наши штурмовики могут поддерживать это нападение. Получаемый баф от потяжки с воздуха большой. И самое главное, урон по дивизиям. Все. Все. Проблема решена. А, ну и мы смогли отпустить этот пункт снабжения. С ним тоже, я думаю, все должно стать намного веселее. Благо, тут пункт снабжения периодически есть. Очень удобно из-за этого воевать в Канаде. А мы делаем бою против Австрии. Потому что здесь там тоже было бы неплохо под захватить территорию. И пока я воевал в Канаде... Французская республика... Подождите. А, Французская республика, да, стала в Антанте главной и большой. И стала самая главная. Что-то очень непонятное происходит, если честно. Ну, в данном случае, вот это вот теперь Франция стала великой державой. И нам нужно будет с ней тоже расправиться, чтобы Антанту разбить. Потому что Канада просто вышла из Антаты со всеми своими странами. Да, вот и все капнуло. Как? Прекрасно. Что ж, давайте на этом и подзавершим нашу серию. Антанту мы забрали. Помогаем мы вот этим ребятам как можем. Кстати, что у нас по доставленному ленд-лизу уже? Видите, доставлен? Прекрасно, прекрасно. Тенвоев у них теперь должно хватать, чтобы мы им дальше поставляли. У них, кстати говоря, топлива нету, я вижу. Я думаю, топлива мы им тоже закинем. В общем-то, туда мы попробуем вложиться посолиднее, чтобы эти ребята, блин, победили. Хотя, шансов у них не так много. Но все-таки почему бы и нет, если у нас куча лишнего снаряжения. На своем видео будет плодовгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии оставляйте. Также не забывайте про ссылочки на Twitch, Discord и Boost. До скорых встреч. Всем пока.